Выход на лёд в период его становления всегда опасен для жизни. Однако любителей подлёдного лова это не пугает. С целью предупреждения несчастных случаев сотрудники главного управления Центра ГИМС по Самарской области проводят разъяснительную работу с рыбаками. В этот раз профилактический рейд прошёл на лодочной станции в Кировском районе Самары. Наша цель с профилактической точки зрения подойти к людям, объяснить, что находиться опасно, что в случае опасности, как они себя будут вести, выявить, хотя бы рассказать им меры предосторожности поведения на воде, ну и рассказать общепринятые правила, напомнить при проведении зимней рыбалки. Весь день Василий Ермаков проводит с удочкой в руках. Он занимается рыбалкой уже 52 года. Рассказывает, ловит рыбу исключительно ради удовольствия. Весь свой улов раздаёт местным кошкам. Говорит, надо двигаться, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Из-за увлечения зимней рыбалкой несколько раз оказывался в ледяной воде. Но всегда везло. Удавалось выбраться. Знаете, как проваливаются? Человек по дурочке проваливается. В принципе. Ну и рыбаки, если мы не пробиваем лёд, я вот если я за раз пробиваю лёд, вот так, я больше на лёд не пойду. Не лезть никуда не положено. Нечего лезть по льдам, на лёд, на который нельзя ходить. Понимаете? Рисковать не надо. Спасатели говорят, надёжный лёд голубого цвета. У белого прочность в два раза меньше. Серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – самый коварный. Для того, чтобы выдержать вес взрослого человека, нужно не менее 7 сантиметров ледяного покрова. Для организации пешей переправы или катка потребуется в два раза больше – не менее 15 сантиметров. Лёд толщиной 30 сантиметров способен выдержать легковой автомобиль. Провалившимся специалисты советуют не паниковать. Необходимо стабилизировать дыхание и не делать резких движений. Голову нужно держать как можно выше. Широко расставив руки, стоит попытаться зацепиться за кромку льда. Осторожно наползти грудью и лечь животом на край. После чего закинуть одну ногу, потом вторую и быстро откатиться от кромки. Двигаться в сторону берега необходимо по своим следам. Если вылезти самостоятельно не удаётся, нужно использовать все подручные средства, которые окажутся в карманах. Нож, ключи или столовые приборы. Их необходимо воткнуть острым концом в лёд и попытаться вытащить себя из полыньи. В случае оказания помощи утопающему, в первую очередь необходимо позвонить в службу спасения. Только после этого пытаться вытащить человека из воды. Край льда нужно приближаться ползком, чтобы распределить свой вес по большей площади и самому не провалиться в воду. Подайте тонущему любой длинный предмет – шарф, ремень или палку, после чего тяните. Сотрудники ГИМС не рекомендуют пить во время рыбалки. А при выборе одежды советуют отдавать предпочтение ярким цветам. Так вас будет легче заметить. Максим Магомедов, Сергей Баскин. События.